Я тут сделал небольшую перестановочку, у меня теперь сзади шкаф, надеюсь, он вас не будет отвлекать. Мы сейчас с вами доделаем 105.3 LP-овскую тему экзамена по работе с MySQL. Будем получать данные из баз данных, получать их, сортировать, группировать и так далее. Достаточно простую тему пришлось разбить на три части, потому что LP решил подойти к ней с середины. На самом деле мы очень легко с вами разбираемся со SQL, там просто знание достаточно английского языка, базовое причем. Итак, часть третья, будем получать данные из баз данных, формировать их, группировать, сортировать и так далее. На всякий случай напомню вам, что мы уже сделали. У нас есть MySQL, мы его установили, есть база данных машины. Я сейчас подключаюсь к этому SQL при помощи пользователя Root сразу в базу данных автомобилей. И у меня тут есть две таблицы, напоминаю, мы можем посмотреть эти таблицы. Ну, в смысле, что это за таблицы, можем посмотреть. Это две таблицы с новыми автомобилями и с бушными автомобилями. И мы с вами уже выучили команду Select, основную команду, которую просит нас знать LPIC. Выбрать что-то из базы данных. В данном случае мы выбираем все, например, из таблицы с новыми машинами. Мы получаем информацию. И точно так же мы можем получить все по автомобилям бывшему употреблению. Вот такие у нас с вами есть две таблицы с информацией. Мы можем с вами выбирать не только все. Мы, например, можем, давайте будем работать с первой таблицей. Можем сказать, выбери мне, пожалуйста, из первой таблицы только модели автомобилей. А не все. Model from таблица new. Точку за пятой ставить не забываем. И он мне показывает выборку по всем моделям. Мы можем ему очень сильно усложнять задачи. Мы можем сказать ему, давай покажи мне, допустим, покажи мне все из таблицы, ну давайте той же, new. И добавляется новый такой оператор, где, where. То есть покажи мне все из таблицы такой-то для тех случаев, когда, допустим, поле brand равно kia. kia у меня же за главную букву, не за главную. Можем добавлять условия. И он мне показывает, что у меня есть две kia. Мы можем сказать, давай покажи мне, где brand равен kia. И, опять оператор у нас большими буквами, поле год kia равен, например, 2000, что там у меня, 15-й. И он мне показывает уже только один автомобиль. То есть у нас есть с вами оператор select, выбрать, который осуществляет выборку из нашей базы данных. Сейчас мы работаем с одной таблицей, и он у нас работает по этой таблице. Мы можем, как я вам показываю, усложнять задачу как угодно, и можем показывать не только выбрать все, а выбрать что-то конкретное. Например, если мы возьмем и последнюю нашу эту штуку, уточним. Скажем, покажи нам не все по kia 2015, а покажи нам только модель. Мы так знаем, что это kia 2015. Но нам покажет только модель. Мы сейчас работаем с вами в командной строке, поэтому нам не очень очевидно, для чего это может быть полезно. Но если вы как-то ходите, пишете какой-то скринт от программного обеспечения, вам очень удобно. Допустим, вам нужно как-то получать все время перегруппировать данные. Например, вывести цены всех автомобилей за 2015 год, не знаю, и просуммировать их. Вам тогда не нужно выводить вот это вот все, вот этой вот звездочкой. Вам нужно просто, допустим, вывести только столбец price и результат его просуммировать. То есть, когда вы начинаете уже работать плотно со скойлем, тогда вам становится понятна вот эта вот вся ситуация, когда сложные у нас различные операторы, условия появляются. Сейчас мы с вами просто для наглядности делаем такие элементарные действия, учат базовый оператор это. Выбрать, где и так далее. Можем с вами, например, попробовать обновить информацию. Я, кстати, да, забыл вам это показать в прошлый раз, когда мы с вами редактировали. Давайте я еще раз выберу все из таблицы new. Я же вам показывал, как добавлять записи, как удалять записи, как редактировать записи, не показал. Можно редактировать при помощи команды update. Обнови информацию в базе данных. Обнови информацию в таблице new. Установи, это важные два таких ключевых слова, update и set, которые мы сейчас с вами изучаем. Установи модель, равную, допустим, поменяем Ford модель на Kuga. Where, тогда, когда модель равна фокус. Что делает эта команда? Она пробегает по моей таблице. Пробегает по моей таблице. По таблице new. Вот моя таблица new. Смотрит, где у меня модель равна фокусу. То есть он проверяет поле вот этой вот модели. Для всех записи проверяет. И везде, где будет написано фокус, он фокус поменяет на Kuga. То есть если мы хотим поменять именно конкретно вот эту ситуацию, нам нужно уточнить условия. Мы так сильно не усложняем, потому что нам нужно просто понять базовый оператор MySQL. И вот этих вот примеров вам должно хватить. Так вот, выполнил я эту команду. Вот на одну запись повлияла эта команда. Давайте посмотрим, что получилось. Выбрать все, промдил. И видим то, что фокус наш, вот он превратился в Kuga. Опять же, я тут сильно не разжевываю, потому что, ну тут обычный английский язык на уровне, я не знаю. Ну класса пятого, в каком классе учатся английский. Я с первого учил. Похвастался это. Мы можем объединять информацию из двух таблиц. Если мы скажем, выбери все из таблицы new и объедини это с информацией из таблицы used. Но не просто все вместе перемешая и объедини, он так тоже может делать свои бессмысленные действия. Соедини только по условию on. То есть при условии, когда у нас new.brand. То есть значение поля brand в таблице new, так как у нас все записывается, равно значению поля brand из таблицы used. Brand.brand.med. Проверяем. И видим то, что он взял информацию из моей таблицы и объединил ее с информацией из второй таблицы. Он тоже, опять же, здесь не совсем наглядно это. Он у нас нашел во второй таблице только одну машину KIA. И поэтому он ее сразу объединил и с первым полем, и со вторым полем. Это нам все может пригодиться, когда мы сравниваем одинаковые именозначения по нескольким полям. На практике в этом это будет понятно, я думаю. Тут мы просто с вами выбрали, как работает join. И, к слову сказать, вот эта вот запись new.brand очень часто у нас используется при работе с койлем. То есть полный путь к полю у нас вообще равен cars, то есть база данных cars, таблица new, поле brand. Вот так вот у нас выглядит такой полный путь к какому-то значению конкретного поля. И давайте разберемся теперь еще с сортировкой. Мы можем сказать, выбери все. Ну, опять же, давайте сделаем, зачем-то я набираю, когда можно просто расстрелочкой делать. Вот у нас как выглядит информация в том виде, в котором мы изначально ее заполняли, эту таблицу. Мы просто импортировали из текстового файла, что-то там дописали. И вот так она у нас выглядит. Мы можем сказать все то же самое, но добавить ключ. Отсортируй order. Order by. И выбрать, по какому полю отсортировать информацию. Давайте по бренду, например. Бренд. И нить он в алфавитном порядке выставил нам название в брендах. Перемешал. Можем сказать, мы хотим теперь видеть по цене. И видим то, что теперь он нам отсортировал по цене. Тут, конечно, можно писать невероятные долгие условия. Мой SQL вообще очень гибкий. Вообще язык SQL очень гибкий. Можем нагромождать здесь все, что угодно. Отсортировать в обратном порядке. Сначала по первому полю, потом по второму. Игнорируя такие-то и такие-то значения. Но это все уже такое продвинутая работа с SQL. У нас задачи такой нет. И остался последний оператор, о котором нужно поговорить. По order by мы говорили. Сейчас есть group by. Сгруппировать. Мы можем сказать, опять же, все то же самое. Вот как мы делали order by brand. Теперь мы сможем сказать не order by brand, а group. Сейчас вы увидите сначала разницу. Group by brand. И мы видим то, что он нас просто объединил по полю бренд информацию. У нас было две кии, и он объединил их. Вот так вот. Он сказал то, что у нас только одна кия. И при этом, вы видите, очень так хитро объединил. Он просто стал игнорировать ее. Опять же, в данном случае нам совершенно непонятно, как работает этот оператор, но на практике мы можем с вами группировать информацию по многим-многим ключам и получать такой завершенный что ли результат. Не могу я вам объяснить вот так вот на пальцах, чтобы вам было понятно. Нам нужно создать нормальную базу данных, много различных таблиц и работать уже с ними. Когда-нибудь, может быть, я запишу уроки по SQL. Но пока еще рано. Доразбирались мы с вами с MySQL на уровне LP. Мы выучили с вами оператор Select, который умеет отбирать информацию. Поговорили о такой команде, как Update, обновить информацию в базе данных. И настраивали условия получения. Мы выбирали команду Where. Мы выбирали End операторы, On, Join и два вида сортировки. Odeby и Groupby. То есть сортировка по какому-то принципу и группировка по какому-то принципу. Если вы это все за мной просто повторите своими руками на виртуалках или в реальной машине, вам станет там все намного понятнее. Просто так смотреть бесполезно. И еще раз скажу, когда доберемся на практике до SQL, там будут примеры уже реальные. Здесь мы просто знакомились с синтаксисом и учили такие основные операторы, которые по сути являются просто словами английского языка. Спасибо, что смотрите.